Так, ну мы действительно собрались здесь по памяти вечера, посвященный памяти Феликса Ароныча Новикова, замечательного архитектора, с которым нам довелось всем дружить, работать, знать лично. И, конечно, это совсем не все люди, которые очень много людей работало и дружило и знало лично Феликса Ароныча, но вот сейчас таким все-таки небольшим составом мы постараемся вспомнить какие-то моменты, которые нам, скажем, близки, и донести какие-то мысли Феликса Ароныча, Феликса Новикова, замечательного архитектора советского модернизма, которые, ну, скажем, в нас остались, да, поэтому такая была концепция, да, сегодняшнего, ну, наша концепция сегодняшнего круглого стола. Рассказать, в общем, немного таких личных, может быть, даже историй, которые, ну, на профессиональную, да, тему, которую бы раскрыла, собственно, вот, архитектора, которого все знают, творчество которого известно, но раскрыла бы еще его жизнь за рубежом. С 92-го года Феликс эмигрировал в Соединенные Штаты и работал оттуда, и, конечно же, ну, затронув те проекты, огромное наследие, которое Феликс Новиков и команда замечательных архитекторов, советских модернистов сделала, ну, который является безусловным наследием, вот. Вот. Поэтому спикеров, которые сегодня есть, я, наверное, буду представлять по мере того, как они будут выступать, да, потому что главный герой нашего вечера сегодня Феликс Ароныч Новиков, и вот так вот постепенно мы будем рассказывать. И дальше у нас, может быть, останется время, кто-то захочет тоже что-то сказать, мы обязательно оставим для этого время, вот. Поэтому первый человек, которому я хотел дать слово, конечно, все-таки Феликс был замечательный архитектор, и я думаю, что лучше об этом скажет директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. Ей слово. Спасибо. Всем добрый день. Странное ощущение. Эхо. Честно говоря, мое знакомство с Феликсом Новиком началось не с самой приятной вещи. Когда меня назначали на пост директора музея, он написал гневное письмо по этому поводу, огромное, которое довольно быстро распространилось по архитектурной общественности российской. И поскольку Феликс Ароныч был человеком весьма авторитетным, это добавило мне известных неприятностей. Но спустя полтора года, и это вызвало у меня невероятное уважение, он извинился. Он позвонил и сказал мне фразу, которую я никогда в жизни не забыл. Сказал, Лиза, простите, я идиот. Я поступил абсолютно неправильно, и зачем я это сделал, я до сих пор не понимаю. А извинился он, потому что мы делали тогда проект, который назывался «Пионеры советского модернизма». И очень долго, это были бесконечные зумы в крайне неудобное время с участием Ильи Феликса Ароныча, который с нами связывался из Нью-Джерси по скайпу, директора «Дома пионеров» и вашей покорной слугой в кабинете директора музея. Мы раскладывали планы на полу, показывали ему, как это все выглядит. Мы раскладывали проект макета, потому что он нас ставил на том, чтобы мы сделали макет приблизительно в размер аптекарского приказа, где он должен был быть расположен. И мы его убеждали, что Феликса Ароныча, это невозможно, аптекарский приказ просто не влезет в такого размера штука. В конечном итоге мы его убедили, выставку сделали, это была одна из самых, на самом деле, интересных выставок. Но если отличься от личных воспоминаний и разговоров о том, как мне повезло пообщаться с великим человеком, и посмотреть на Феликса и на вообще эту плеяду архитекторов уже с точки зрения историка архитектуры, то есть с точки зрения истории, я бы сказала следующее. Во-первых, отрадно, что Феликс дожил до того, что называется прижизненное признание вклада в советскую архитектуру и вообще в общемировую архитектуру. Феликс дожил до того момента, когда произошел поворот в отношении общества и специалистов к этому наследию, как к наследию 50-х, 60-х, 70-х годов. Где-то 7 лет назад этот процесс начался, и это довольно отрадно, потому что довольно долгое время советский модернизм вызывал как у специалистов, так и у широкой публики, но в лучшем случае пренебрежение. Такое недоумение, зачем вы вообще про эти коробки кому-то что-то рассказываете, пытаетесь их сохранять. То есть ощущение того, что модернизм – это наследие, это часть истории архитектуры, в массовом сознании просто отсутствовало. Второй, на мой взгляд, очень важный момент, что Феликс Новиков сам сделал невероятно много для того, чтобы мы начали воспринимать эту архитектуру, и просто это пренебрежение из нашего отношения ушло, потому что он писал. Он писал много, он издавался, он писал автобиографии, он рассказывал про свою архитектуру, он рассказывал про свои какие-то истории, но он рассказывал истории всех тех, с кем он рядом работал. Он написал одну из лучших книг, которую я, кстати, очень люблю дарить сотрудникам Министерства иностранных дел, которое называется «Советские посольства», и они так страшно удивляются, что про эти здания есть книги, что вообще кому-то это интересно, в принципе. И это удивление каждый раз меня поражает до глубины души, потому что вообще-то советские посольства, особенно посольства 60-70-х годов, это выдающиеся произведения архитектурные, которые строились выдающимися архитекторами, их и по качеству они ничем не отличаются от той архитектуры, которой сейчас принято восхищаться. И третье, и это очень важно, что архитектор в какой-то момент, отойдя от своей непосредственной профессии, ушел туда, что можно назвать исследованием. В конечном итоге он не просто превратился в человек, который пишет мемуары и рассказывает о том, как круто было, когда мне было 35. Он стал человеком, который во многом и иногда очень критично относился к тем процессам, к участникам, непосредственным участникам, а иногда и инициатором он был, и он пытался эту свою историю переосмыслить, и переосмыслил он ее в том числе через творчество тех людей, рядом с которыми он работал, например, через Покровского. И есть еще один очень важный факт про Феликса Ароныча. Он был, ну, в общем, довольно упертым, невероятно упрямым, это разные вещи, очень жестким и совершенно не терпящим, на первый взгляд, компромиссов человеком. То есть он всегда очень жестко настаивал на своей позиции, и сдвинуть его с этой точки было очень тяжело. Мне кажется, что для архитектора это качество очень важное, потому что если архитектор не может настаивать на позиции, то, наверное, он довольно паршивый архитектор. А для исследователя не очень, потому что исследователю как раз периодически надо отходить от этой точки. И то, что в конечном итоге Феликс сумел совместить в себе свою архитектурную упертость и вот эта гибкость исследователя, которая исследователю необходима, потому что в противном случае ты ничего не сделаешь, это меня, конечно, до глубины души поразило. Мы не встречались непосредственно, но мне повезло. Я пообщалась со всей историей архитектуры 20 века благодаря ему. И это, конечно, совершенно удивительно. Ощущение искусствоведа, даже если это не твоя тема, и ты серьезно не занимаешься, но даже сам факт того, что ты с таким человеком рядом постоял, это придает значение в том числе и тому, что ты делаешь. Так что, к сожалению, история советского модернизма, наверное, никогда целиком не будет написана, потому что она, к сожалению, утрачена. В документах значительная часть, большая часть того, что обустроилось, пока еще стоит, но нет чертежей, нет самого главного, архивов. Они были практически полностью уничтожены в 90-е годы, и то, что уничтожили в 90-е, добивают сейчас. Музей пытается что-то сделать, но это довольно тяжело, в силу многих обстоятельств. И поэтому уход таких людей, и то, что делал Феликс в последние годы своей жизни, так важно, потому что, по сути, он являлся, наряду с другими, с Корсильниковым, например, он является носителем этой культуры огромной, которая прямо на глазах, как айсберг, погрузилась в океан, и как ее оттуда теперь достать, в океан небытия, я не понимаю, потому что архитекторы не хранили подлинники, архитекторы 50-60-х годов не хранили подлинники у себя дома. Это же огромные планшеты, жизни нет. Поэтому все это сдавалось в проектные институты, а проектные институты в 90-е годы, ликвидируемые, либо пилившие свои здания под аренду, они все это честно выносили на помойку. И вот в результате там, ну, самый яркий пример – это гостиница «Россия», от которой вообще ничего не осталось. Представляете, стояло здание в центре города 30-40 лет почти, исчезло полностью, вообще ничего нет. Там какие-то миллионы фотографий, кое-что в чертежах, и все, больше ничего нет. И то, что он пытался как-то этому процессу противостоять, это, на мой взгляд, невероятно важно. Я очень надеюсь на то, что вот этот задел исследования, задел сохранения, да, это то, что нам удастся поддержать, и то, что то знамя, которое мы постараемся не уронить в дальнейшем. Кое-что осталось, кое-что он привал… У нас периодически приходили посылки из Нью-Джерси. Он присылал такие огромные крафтовые пакеты, в которых были фотографии, какие-то его, значит, подписанные им, и иногда очень смешно, потому что он их подписывал, сначала очевидно, там была первоначальная подпись, потом она была зачеркнута, и снизу он писал что-то еще, пересмотрел взгляд. Что-то есть, конечно, не совсем это целиком уходит, но на самом деле утраты… Слушайте, мы про XIII век знаем больше, чем про XX. Вот это ужас, да? И Феликс это прекрасно понимал и пытался этому процессу каким-то образом противостоять. Поэтому мне, с одной стороны, мне радостно, что человек прожил долгую жизнь, это же невероятно, 92 года. Он был успешным… 95, господи боже. Он был успешным архитектором, он оставил после себя не только свою архитектуру, но и свои книги. А с другой стороны, мне невероятно грустно, потому что, к сожалению, вот этого общения больше и ругательства через океан, к сожалению, больше не будет. Да? Жаль. Спасибо, Лиз. А у меня, кстати, сразу вопрос. А вот как выставки, как вы планируете? Возможно планирование выставки Феликса Новикова? Есть ли этот архив? Надо ли как-то из-за океана этот архив? Или там не осталось каких-то чертежей? А я вот сейчас поинтересуюсь у Зав. Советских фондов, Музея архитектуры. Мы можем сделать персоналку Новикова? Можем? Есть материал. На какой зал? Вот. Если очень постараемся, рассмотрим контекст. Человек наваял на три анфилады, а сделать выставку про него, если мы введем его в какую-то… То есть поставим тех, кто рядом с ним, вот как с Мельниковым не получится. Или там как с Сюсевым. То есть фактически персоналка, вот если без контекста, это персоналка Новикова, это либо четыре зала анфилады, либо аптекарский приказ. Вот это, собственно говоря. То есть в 90-х этот архив был утерян, да? Это то, что он сохранил у себя, это же в основном пересъемка. Все семьи архитекторов 60-х, 70-х годов, 50-х, с кем я общалась, они говорят, да, у нас в архиве есть. И они показывают пересъемку проектов. Сами. Ну, они для себя там это собирали, потому что хранить фотографии все-таки значительно проще, чем планшеты. Это же все демонстрировалось на огромных планшетах, которые рисовали. Самое ужасное, что эти планшеты, они наклеивались, нафанеровали на картон, наклеивались силикатным клеем. Никто же не думал о том, что когда-то кому-то это понадобится в качестве предметов фондов. У нас, например, чтобы вы понимали, степень сохранности графики модернизма хуже, чем Баженов. Баженов сохраняется гораздо лучше, чем 20-й век. Во-первых, потому что бумага другая, во-вторых, потому что Баженов не наклеивал свои проекты на дерево. А наклейка на дерево, что это значит? Дерево ведет, силикатный крей рвет волокна бумаги. Соответственно, когда мы делали проект советского модернизма, наши реставраторы сделали невероятную вещь. У нас есть к Дворцу пионеров вот эти огромные эскизы панно для мозаики. Помните, там на главном входе мозаика из военной тайны Гайдара. Соответственно, они первоначально были наклеиваны на планшет, ну, на фанеру. Наши реставраторы их сняли, они были в жутком состоянии, они их восстановили, и это была почти годовая работа. Спасибо, Лиз. Давай, когда передадим слово Александру Егереву, архитектору, сыну известного архитектора Виктора Сергеевича Егерева, с которым Феликс Новиков работал, и как раз то, о чем Лиза говорила, я думаю, что Александр может подтвердить и рассказать какие-то интересные факты, которые, ну, тоже помогут. Да, здравствуйте. Ну, во-первых, хочется сказать, что Феликс Саровныч, он очень хорошо умел участвовать и организовывать творческие содружества. Это началось еще с институтских времен. Он не был никогда таким архитектором-индивидуалом, который, так сказать, что-то сам обдумывает, а потом выносит это каким-то помощником. Нет, всегда все его произведения, они были, он был или участником, или, как бы, если руководителем творческого коллектива, то он окружал себя очень активными и творческими людьми. И вот эта тяга к созданию творческих содружеств фактически привела к тому, что он начал, уже работая в Союзе Архитекторов СССР, создавать такие содружества, неформальные, буквально со всеми ведущими архитекторами СССР. И кончилось это тем, что уже сразу после распада СССР он, собственно, и придумал фестиваль зодчества, на котором мы находимся сейчас, и, естественно, фестиваль не мог не отметить эту дату, связанную с Феликсом. Ну, а я хотел немножко рассказать о работе своего отца с Феликсом, потому что они начали, они познакомились в 44-м году, разница у них была, в 4 года. Отец пришел после фронта, уже успел отучиться, получивши тяжелое ранение под Сталинградом в Бауманском университете и попал в архитектор институт в общем-то случайно, на самом деле, потому что он как-то прогуливался по рождественке, зашел в институт и понял, что это его. Дело в том, что он рисовал с детства, но никогда серьезно не обучался художеством, в отличие от Феликса, который пришел в институт осознанно вполне, у него отец был одним из руководителей тогда строительного комплекса Москвы, его потом в какой-то момент репрессировали перед войной, потом выпустили, но в общем в семье остались очень тяжелые переживания от этого момента, но Феликс в общем избрал свою стезю сразу. И вот там в институте они встретились. И надо сказать, что вот эти так скажем послевоенные курсы МАРХИ, выпуски МАРХИ, они в общем-то если так сказать посмотреть по персоналиям, эти люди и сформировали то явление, которое Феликс назвал советским модернизмом, потому что на их курсе учился ну прежде всего Игорь Покровский, с которым они потом много чего сделали, Анатолий Полянский и много других известных советских архитекторов. Так, да, ну вот на этой картинке собственно говоря два автопортрета сделанных в принципе в одно время, ну вот это известный автопортрет Феликса, это сделано в конце художественной школы маслом, а это вот Виктор Сергеевич изобразил себя после фронта, он тут в гимнастерке, накануне поступления в МАРХИ. Ну тут нельзя не сказать и о людях, которые оказали большое влияние на формирование наших героев, ну прежде всего вот слева это Борис Сергеевич Мизинцев, выдающийся педагог и архитектор, который тоже много чего сделал и большой вклад именно внес в архитектуру советского модернизма, безусловно, вот в середине это Леонид Николаевич Павлов, который был учителем Феликса Ромича Новикова, и Леонид Михайлович Поляков, который их поддержал, когда они сформировали такой свой коллектив и начали работать над проектами станции метро, и сделал очень много полезного в этом плане им, они очень его уважали всю жизнь. Ну, Борис Сергеевич Мизинцев, он фактически был учителем той группы архитекторов, которая сформировала ядро работающего над дворцом пионеров. Ну, это вот такая шутливая фотография. Дело в том, что они очень много ездили после института на этюды по разным республикам, городам Союза. Это вот сделана фотография, по-моему, в Риге такая. Значит, здесь Виктор Егерев, Феликс Новиков, Игорь Покровский и Валерий Степанов, тоже известный архитектор советский. Ну, это вот фотография первого варианта метро Киевская, которую они сделали и прошли как бы по конкурсу. В общем-то, на этом проекте сформировался вот этот костяк творческой группы, которая потом, пройдя еще несколько конкурсов, стала работать над дворцом пионеров. Этот вариант тогда не пошел, хотя в общем и обещали реализацию, но по политическим причинам Хрущев отдал тогда реализацию киевским архитекторам, и эта станция в общем-то сейчас реализована по их проекту. Это вот тот состав первой группы, которая работала над станцией метро, и дальше это значит справа Феликс Новиков, в середине архитектор Михаил Константинов, тоже очень известный архитектор, много чего сделавший, но уже потом он работал под руководством Мезенцева дальше, в ЦНЕП Мезенцева, который, собственно, он и создал. И Игорь Покровский, всем известный. Да, хорошо. Да, ну, это, собственно, уже проект Краснопресненский, который они вместе реализовывали, и после этого начался процесс архитектурного оттепеля, который так назвал Феликс, кстати, в какой-то своей работе, когда пришла необходимость переосмысления, вообще говоря, всеми практики работы архитекторов. И они много дальше работали над конкурсами. Как правило, вся эта работа шла, конечно, в неурочное время, все это было вечерами, у кого-то они собирались в квартире, все это было, так сказать, на чистом энтузиазме, но, в общем, эффект был, конечно, очень мощный, потому что это, собственно говоря, эти работы, они и формируют вот эту картину и видение того, как архитекторы искали свой путь в этот момент. Ну, это вот тоже их совместный проект Дворца Советов, они поощрительную премию получили собственно, вот эскизы Виктора Игорева по интерьерам. Это эскиз Михаила Константинова, это тоже к этому проекту. это они делали такой проект уже в рамках работы в Моспроекте, потому что какое-то небольшое время они работали совместно в мастерской у Соболева, это такой довольно занятный проект кинотеатра на пять тысяч зрителей, значит, на пять или на шесть там были варианты, это такой прообраз кинотеатра России, который, конечно, меньше, но в чем-то, так сказать, тут такие тоже поиски отражены. Ну, а потом началась уже работа над Дворцом Пионеров, который стал своей такой своеобразной лабораторией, потому что они сидели достаточно изолировано, когда они выиграли этот конкурс, им поручили эту работу, сформировался замечательный коллектив, они там много экспериментировали, потому что, так сказать, это был такой вызов, там, ну, в общем-то, история всем известна, я не буду сильно углубляться, но они там и что-то и ломали, и строили заново, и фактически сопровождали эту работу, стройку чертежами, потому что много было не готово, и чертили практически до открытия. Ну, это вот такой, к сожалению, утраченный символ, как считалось в какой-то момент, это журавлик, фонтан-журавлик в интерьерах Дворца Пионеров, ныне утраченный, по-моему, никто его не собирается восстанавливать, я просто хотел, сейчас думаю, над каком-то своем новом объекте, это восстановить и применить в другом месте, по-моему, Дворцу Пионеров до этого нет никакого дела, но, тем не менее, этот, почему он мне дорог, потому что, собственно, это нарисовано по эскизам отца, это, собственно, вот эта славная команда, которую нельзя не назвать, Михаил Хожайкян, Феликс Новиков, Владимир Кубасов, Игорь Покровский, Виктор Егерев и Борис Полуй, и, конечно, конструктор Ионов. Собственно, ну, вот еще один довольно занятный рисунок, это, дело в том, что отец очень любил делать шаржированные портреты, а так как они много вместе путешествовали, вот, в Сухуме в 63-м году, вот он зарисовал такую сценку, а, значит, поэт Евтушенко встречается с архитекторами, ну, тут некоторые есть узнаваемые вполне лица, вот сидит в очках таких рыжий, это Феликс Новиков, внизу отец, там, наверху, справа от Евтушенко, Игорь Покровский, ну, и тут жены сидят, и Феликс Новиков подарил копию этой работы, уже находясь в Америке, Евтушенко, он был очень доволен, ну, и дальше их судьба, в общем, творческая немножко разошлась, но они постоянно продолжали общаться, у каждого появилось, так сказать, поле для творчества самостоятельного, это вот отец докладывает Хрущеву, ему Пасухин поручил прокладку трассы Нового Арбата, и он, так сказать, выполнил эту работу и докладывал о грандиционном аспекте, тут вот Хрущев очень активно жестикулирует, но это отдельная тема, отдельная история, в общем, это можно долго рассказывать. Ну, это вот отец сейчас, так сказать, после постройки здания ТАСС, такой уверенный в себе человек, это, собственно, здание ТАСС, я почему показываю, потому что Феликс Анатольевич очень большой вклад нес в дело защиты здания, вот когда началась, так сказать, работа по возможному компремонту, и, в общем, мы тоже, к счастью, его заступничество тоже сыграло положительную роль в этом вопросе. Ну, это вот фотография реализованного объекта, ну, и, конечно, они все очень много рисовали, но отец очень много рисовал и, в общем, достиг определенных, так скажем, успехов, он стал членом Академии художеств, а Феликс в какой-то момент понял, что его призвание все-таки не живопись, хотя он писал очень хорошо, а публицистика и литература, и, в общем, он в этом тоже достиг, ну, мы сами знаем, каких успехов. ну, вот тут как бы в конце, это вот уже 20 лет спустя выставка была тоже, где они все это показывали, свои произведения живописные, архитектурные, тут все эти авторы узнаваемые, ну, вот это все известно, ну, спасибо. Спасибо огромное, спасибо. И в какой-то момент в 92-м году, да, когда, собственно, ну, страны перестало существовать, в которой они работали, Феликс Ароныч уехал в Соединенные Штаты и оттуда уже занимался, собственно, публицистикой и общением со всеми нами. Можно поставить по скайпу, мы записали Владимира Белоголовского, которым, Феликс Ароныч много общался и, соответственно, я архитектурный куратор, критик, живу в США с 1989 года уже и в конце следующего месяца, в октябре, будет ровно 20 лет, как мы познакомились с Феликсом и это произошло здесь, в Нью-Йорке, на презентации его книжки «Зодче и зодчество» и вообще эта книжка я вот подготовил, она здесь у меня и я после презентации приобрел эту книгу и подошел к нему за подписью, вот это авторская подпись, ну это 28 октября 2002 года, подписывая он и вы знаете, это было удивительно, возвращаясь к этой встрече, я должен сказать, что когда я с ним познакомился, передо мной стоял 75-летний человек, то есть уже довольно пожилой, я был на 43 года его младше и, конечно, ни о какой дружбе я тогда и помыслить не мог и когда мы начали общаться, я абсолютно не видел, не чувствовал никакой разницы в возрасте, это был очень молодой, живой, деятельный человек, который постоянно предлагал какие-то новые идеи, новые проекты и что касается путешествий, мы вместе потом путешествовали, мы с тех пор еще дважды были в Москве, мы летали в Вену, в Стамбул, в Баку, где он родился, мы много ездили по Америке, ездили в Канаду, то есть это было очень живое плодотворное общение. Вы знаете, именно он же придумал проводить фестиваль зодчества и вот мы когда поехали с ним в 2006 году, это для меня была первая поездка во взрослые годы в Москву, это было как раз на фестиваль зодчества и это была его идея. И среди главных его книг это формула архитектуры, она была написана еще в 1984 году 100-тысячным тиражом на многих молодых архитекторов, молодых людей. Она произвела большое впечатление, именно благодаря этой книге многие молодые люди выбрали архитектуру своей профессии. ну мы написали с ним книгу вот в 2010 это по-моему 2010 был год советский модернизм. Эта книга была высоко оценена даже такими мировыми критиками и историками как Кеннет Фрамптон и Чарльз Дженкс покойный и Жан-Луи Куин и до конца Феликс оставался опять-таки как я уже сказал очень деятельным очень много писал буквально в прошлом году вышли две его книги одна про посольство советские это советская дипломатия вторая про образы архитектуры советской архитектуры и когда он закончил вот эти когда книги вышли он жаловался часто что что же теперь будет мне нечего делать он очень сильно переживал он практически никогда не сидел без дела в своей жизни все время что-то делал и писал 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 и уже буквально перед кончиной он я с ним разговаривал и он делился своими планами о том что вот он наконец-то понял что ему нужно писать книгу про своих друзей с которыми он очень много лет работал знаменитых друзей и он даже затеял устроить цикл лекций в Рочестере на архитектурные темы и ему даже говорили ну как же ты будешь читать лекции ты не знаешь язык и он говорил в свои 95 лет я выучу этот язык и я буду читать лекции ну это был конечно ну невероятный человек он ну просто воодушевлял он говорил что вы знаете это просто удивительно что очень многие архитекторы абсолютно не разбираются в архитектуре и вот он всегда хотел это донести ну и разумеется не только для архитекторов но и для самой широкой публики и он говорил что самое главное в архитектуре это киногеничность и ну идея в том чтобы показать здание как можно в большем количестве точек и внутри и снаружи и безусловно если вы посмотрите на его объекты то они все обладают вот такой киногеничностью та архитектура которой занимался Феликс эта эпоха она закончилась она закончилась еще до развала страны она закончилась в 85-м году потому что вот тогда открылась страна началась перестройка хлынуло огромное количество информации в страну и того советского модернизма уже больше не было это уже был чистый пост модернизм и вот в той чистоте эта архитектура оставалась до 85-го года ей в принципе продолжать заниматься дальше а тем более в другой стране но это было невозможно и он в принципе ну опять-таки ему уже было он уже когда он приехал сюда в 92-м году то есть ему было 65 лет это ну ему было чем заняться он я думаю что он не стремился тем более что здесь ну начинать свою практику это нужно иметь лицензию и так далее он действительно ему было интересно и когда под ну какие-то были случаи возможности как вы говорите да он делал частный дом но в принципе его карьера архитектора она закончилась и в этом есть что-то ну правильное потому что очень многие из его соратников и друзей они-то продолжили и это же чистый был постмодернизм который Феликс называл постмодернизм он не стремился эту архитектуру реанимировать продолжать но он действительно принадлежал другой эпохе и вы знаете он не он не пытался как-то давать оценку современному современной архитектуре он понимал что он человек из другого времени из другой эпохи у него по-другому голова устроена и действительно ну вот например есть такая позиция была у модернистов я знаю как надо вот может быть один вариант и вот он единственно правильный это диаметрально противоположно сегодняшней позиции потому что сегодня архитектор говорит я не знаю как правильно но я хочу узнать я хочу попробовать сто вариантов и я обсуждал с ним эту тему и он говорит ну Володя ну как это сто вариантов как такое может быть я знаю я чувствую я знаю где правда и вот для него мог быть только один вариант и он бы никогда не показал второй вариант он бы и не делал второй вариант он бы его никогда не показал заказчику он это считал для себя как бы унижение как это я я что прислуживаю заказчику ну и что касается кстати дворца там была не совсем такая история все-таки они это был поиск очень такой творческий поиск и у них были чертежи но у них были руки и материалы и была строительная площадка и очень многое они ломали и переделывали и вот там они действительно творили немножко ближе я думаю к современной идее но в принципе был такой подход что я знаю как и вот это время ушло и он это время как бы отпустил и стал больше наблюдать со стороны вот он стал больше как бы критиком и публицистом писать и рассказывать об архитектуре прошлого архитектуре 20 века самых интересных объектах архитектор и я думаю что его это не прельщало ему нравилась такая позиция смотреть как бы немножко таким взглядом со стороны спасибо Владимир Владимир был по скайпу и сейчас мы можем как раз несколько слов буквально по 5 минут сказать и Анастасии Евдокимовой и Эдуард Кубенский давайте Анастасии Евдокимовой директору Кучкова поля музеон дадим слово с которым Филик Саронович сделал много хороших книг как я понимаю как я знаю здравствуйте спасибо большое за приглашение на этот вечер мы с Фелик Сароновичем действительно сделали несколько книг вот за последние получается 4 года первая эта книга называется Зеленоград город архитектора Игоря Покровского и она посвящена этому городу как бы истории проектирования строительства мы также вот рассказывали о выставке пионеры советского модернизма но мы издавали как бы каталог этой выставки там тоже большая часть посвящена дворцу пионеров к сожалению идея издать отдельную книгу посвященную дворцу не реализовалась но вот мы смогли хотя бы вот в нашем альбоме там достаточно много места посвящено именно этому объекту и да вот последняя наша книга которая вышла в прошлом году это образы советской архитектуры такой достаточно большой объем где Феликс Ароныч собрал 247 объектов которые раскинуты по территории всего бывшего Советского Союза и которые он считает считал шедеврами архитектуры и конечно большая часть посвящена именно архитектуре модернизма ну вот как бы я ехала когда сюда и вот сейчас сидела вот у меня как-то так прокручивались в голове какие-то наши моменты общения конечно действительно он несмотря на свой возраст мы с ним познакомились когда ему было 92 он меня поражал вот какой-то такой просто натиском какой-то энергии и после общения я все думаю боже мой вот как бы как это вообще уникально что человеку вот он что-то хочет он что-то делает он организовывает он полон идей когда мы делали книгу о Зеленограде у нас практически вот каждый день в три часа был звонок и у меня уже все а это Феликс Аронович хотя бы там как-то не знаю вы выпейте кофе там что-то он говорит нет вот давайте там обсуждать вот и было сложно мы где-то спорили что-то доказывали он нам что-то доказывал иногда мы там даже как-то почти были на грани того что мы не будем ничего доделывать но вот действительно он умел несмотря на то что такая какая-то вот прям напор он ждал какое-то время потом мог перезвонить и сказал все я соглашаюсь давайте делать так и вот после того как мы вот издали нашу последнюю книгу уже образы советской архитектуры я подумала ну наверное ну как бы уже все но вот я сейчас как раз смотрела у себя почту и вот 2 июня он мне писал письмо Настя он мне говорил привет Настя он мне так писал высылаю книгу о своей мечте и вот как раз это наверное была та книга о которой сейчас говорил Владимир Белоголовцев где как бы он хотел сделать на основе издания которое по-моему как раз выходило в издательстве Татлин в 2009 году и называлось Феликс Новиков но он хотел его переработать дополнить там тоже собрать интервью с архитекторами написал мне что на обложке я вижу свой портрет но как теперь у всех с бородой вот и вот это вот вот для меня этот человек остается наверное всегда останется тем вот человек который мечтал вот я прочитала это письмо и пишу ему что ну я не могу вам сказать нет то есть когда вот мне кажется все-таки вот действительно у человека есть мечта это какой-то вот такой не знаю дорога какой-то вот реально в будущее и наверное без мечты действительно очень-очень ну тяжело было бы жить и вот для меня наверное вот это вот в общем-то недолгое общение но оно действительно оставило такой след в душе вот такой прям вот именно человек который мечтал и вот даже наша сегодняшняя встреча да она и называется как бы да здравствует будущее и мне кажется это прям очень вот про Фелик Саронович что действительно да здравствует будущее я уверена что он его дело мы постараемся как-то не знаю издадим книгу еще издадим ну мы в принципе даже начали работать и Юра Грошев как раз подключился и мы вот собирались прийти в архив у Феликса но тоже так пока ну не сложилось в общем к сожалению но кто знает может быть все-таки сделаем у Феликса Ароныча была такая энергия я думаю что он нас всех будет вести еще и мы доделаем то что он запланировал ну он действительно был таким как бы объединяющим я только скажу он мне я уже позвонил я уже попросил я уже написал то есть он вот как-то умел это делать ну и действительно он это делал все профессионально с любовью душой и мне кажется получались хорошие проекты спасибо Анастасия спасибо вам спасибо и Эдуард Кубенский архитектор главный редактор издательства Татлин тоже известный человек и главным образом тем что он общался с Феликсом Новиковым как и мы все спасибо я так понимаю да что Феликс Новиков с нами очень много со всеми разговаривал да ну я присоединяюсь вообще ко всем словам и подтверждаю что действительно Феликс Ароныч тот еще был доставало вот и ну могу только от себя можно сказать что мы с ним знакомы я сейчас вспоминал мне кажется 15 лет когда мы в журнале Татлин решили сделать рубрику посвященную советской архитектуре я искал кто бы мог заняться этой темой и меня навели на Феликса Ароныча и вот так мы познакомились подружились и помню первые письма я ему писал уважаемый Феликс Ароныч а он мне писал милый Эдуард и вот я так вот так он меня купил вот этим милым Эдуардом я не буду на самом деле наверное что-то там говорить про издательство мы действительно много издали книг 7 по-моему книг я вот захватил две и я понимаю что время мало осталось я подумал что вообще тут вот две книжки одна называется дело жизни а другая между делом это такой двухтомник их уже практически нет у нас в продаже это по-моему десятый год и сами названия говорят о том что даже между делом он занимался делом жизни и вот я хотел прочитать фрагмент из одной книги связанной с темой да здравствует будущее и мало наверное кто знает что Феликс Ароныч еще писал стихи я хотел прочитать два стихотворения из другой книжки и они мне кажется очень хорошо закончат Илья спрашивает о неприличной я хотел прочитать одно неприличное в сегодняшнее время стихотворение но потом меня здесь как-то все успокоили сказали здесь директор музея сидит уважаемый архитектор и издатели поэтому я прочитаю приличные Илья я прочитаю приличные да вот фрагменты статьи в журнале начало вернее статьи опубликованы в журнале знамя в 87 году называется это статья жизни зодчества зодче призван смотреть вперед это необходимо потому что каждый его замысел воплощается в натуре во времени спустя годы а бывает что и спустя десятки лет давно замечено что общественное признание приходит к архитектору много позже чем к поэту актеру музыканту или художнику ровно на тот срок что уходит на реализацию проекта но замечено еще и другое слава зодчества продолжается за пределами его жизни со временем завершается то что он сам не успел довести до конца а если созданное действительно прекрасно доброе его имя как и сами творения будут жить века впрочем возможно я обратное неудачная постройка безобразный монумент могут на столько же долгий срок послужить его позору так что прозорливость умение оценить собственное предложение из будущего архитектору очень полезны они как бы способствуют самозащите от недоброго слова потомков но это конечно не главное важнее другое интересы самого потомства ведь сам зодчий верно воспринимает жизнь правильно оценивает социальные тенденции значит плоды его труда станут наилучшим образом служить обществу будущего однако зодчему надо бы наиоглядываться это для того чтобы правильно оценить ранее сделанное извлечь из прошлого опыта все полезное оставить в этом прошлом недостойное грядущего ну это можно Феликсу Аронычу поаплодировать ну вот это максимально приличное стихотворение от Феликса Ароныч называется Перелом мы опять на крутом переломе и как прежде стремимся вперед только что-то до боли знакомо будто знаю я тот поворот не однажды мы в жизни ломались нас призывом теперь не проймешь так заманчиво новые дали только пусть к ним идет молодежь поутру прочитает газету помолившись на ленинский лик и фальшивую эту монету вновь за чистый возьмет золотник и отправится с новой песней по завалам идя на пролом век грядущий надежды чудесной где маячит другой перелом я думаю можно одни стихотворения обойтись спасибо ну Феликс Ароныч он действительно очень много писал и говорил и всегда говорил то что он думает и по каким-то вопросам я с ним лично не соглашался и говорил Феликс Ароныч давайте мы не будем это обсуждать займемся нашим проектом он можно включить я очень быстро покажу тоже если у нас не знаю сколько у нас есть времени но это Феликс Ароныч там буквально в три минуты уложусь сам назвал этот проект последний проект так получилось что я в этом принимал участие можно следующий вот этот проект касался его предложений по дворцу пионеров тут наверное важно надо сказать что конечно обязательно нужно читать книги Феликса Новика в них вся возможная информация о творчестве о работе о подходе ну и конечно вторая важная составляющая это архитектура и собственно наше уважение к пониманию архитектуры оно проявляется и в чтении книг в таком публицистике и в том что как мы сохраняем это наследие которое архитекторы сделали это ну можно сказать про огромное наследие конструктивизма которое сегодня начинают видеть и сохранять и конечно же наследие советского модернизма которое тоже должно быть максимально бережно сохранено собственно меня в этом проекте в первую очередь волнует собственно сам дворец пионеров его состояние и ни в коем случае не капитальный ремонт а именно научная реставрация с восстановлением всех деталей всего авторства такого огромного коллектива архитекторов которые на этом дворце работали то есть это уникальный памятник советского модернизма конечно же это Виктор Сергеевич Егерев Игорь Саронович Новиков Покровский Кубасов Владимир Степанович конечно и Полунь вот и все что было там сделано нужно досконально восстановить тем более что функция дворца пионеров не менялась это очень просто вот нужно все привести в состояние на 2 июня 1962 года как выглядел этот дворец после его открытия но у Феликса Ароныча было предложение о развитии дворца его как настоящего модерниста в меньшей степени может быть волновало он понимал что да должно быть восстановлено но его интересовали новые планы развития поэтому он предлагал активно предлагал различные варианты с этим опять же можно не соглашаться но это его последний проект и мне хотелось его быстро показать и касается он того что это можно найти опять же в интернете все конечно на портале архиру это опубликовано касается это того что здание было переполнено и вторая очередь которая планировалась не была построена поэтому Александр Ароныч сделал свое предложение на месте восьмого корпуса он планировал сделать центр научно-технического творчества вот обосновывая тем что это здание находилось там ранее школа которая там сейчас стоит и такая же школа есть в районе Шабловки и не представляет собой наследие и конечно одна из идей была строительство собственно такой игротеки на ногах которая тоже может дать возможность детям на территории иметь дополнительные функции иметь пространство для игры роста ну вот такой проект здесь в двух словах надо сказать и про 11 корпус который заглублялся под землю и Феликс Ароныч очень внимательно прочертил проработал возможное функциональное наполнение этого 11 корпуса который находится под землей ну и в конечном итоге как такую мечту предлагал еще здание вот такого 6000 метров здания на ногах который стоит рядом со строящимся зданием Яндекс он рассматривал очень внимательно проект который там сейчас реализуется и сказал что вот рядом с этим проектом возможно построить вот такой вот длинный корпус на ногах соответственно этот проект был нами собственно ну оформлен скажем так да и он есть как вот такой вот проект Феликса Ароныча спасибо большое просто я хотел его показать показать что такой проект есть и есть люди которые могут собственно заниматься реставрацией именно советского наследия это конечно же и принимать участие в этом это конечно и Владимир Владимир Степанович Кубасов который сегодня находится в Москве он жив он знает много деталей реализованного проекта это конечно Александр Егерев и Юрий Грошев который вот подготовил видео которое я хотел бы можно поставить его в конце тоже если у нас пока нас не выгоняют есть у нас пару еще минут и главным образом сказать что вот то наследие которое есть оно конечно должно быть внимательно оценено и защищено то что было сделано нужно сохранять и восстанавливать в том числе если эти элементы утеряны вот спасибо большое спасибо 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 спасибо